АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, думаю, водитель обстановки только с военем жук в день переплеска, на русском правило 13-14, не пропустил встречный транспорт, 3 раз в городе. Так, будут еще какие-нибудь задания? А можно вопрос? Да, вопрос задайте. Вопрос инспектору. Вот там вот написано, что он сам объяснительно написал четко, что я уже совершила маневр, понимаете? И он четко... Нет, вопрос задайте, вопрос задайте, просто не надо рассказывать. Что он не успел притормозить, это правильно или нет? Ну, тормозил во избежание столкновения. А тормозной путь у него какой был? Ну, там есть тормозной путь, 20-27 метров. 27 метров. И удар пришелся куда? Пришелся четко же сзади, не сбоку. Не сбоку. Не сбоку, это было сзади, четко сзади. Фотографии же есть. Ну, фотографии, вбок же, вбок. Но у него же тоже сбоку удар. Получилось, что это от вуза получилось? Он тормозит? Он же тормозит, он если бы не тормозит, тогда удар пришелся вот сюда. Вот смотрите, получается, что он нарушает правила, несется с космической скоростью. У нас в Казахстане, значит, так надо решать, да? Нет, нет. Вопросы, задавайте вопросы. Вот я хотела спросить то, что вы объясните, и вот скорость у него какая была? Вот экспертиза. Я не эксперт, чтобы говорить скорость. Есть заключение экспертизы. Экспертизу вы сами назначали. Хантаз от вас не поступало. Нет, вопрос у нас просто касается, есть имеется вопрос. Скажите, пожалуйста, вот наши Мацабаева, когда у нас тормозной путь, вот согласно тормозному пути у нас 27 метров тормозной путь автомобиля Ауди. И соответственно, вот этот тормозной путь, он о чем говорит? Такой длинный тормозной путь по сухому аспальту. Хотел избежать столкновений. Нет, понятно. О чем он говорит? Вы же как раз работали. Я не эксперт. Сами назначали же, если закрытый экспертиза есть. А почему вы не назначили? Ладно, а почему вы не назначили? Потому что она платная экспертиза. Я еще не назначил вопросов. Водители поступают хантаз. Обычно. Прошли назначить экспертизу. Да. Хантаз от вас не поступало. Хопия, хопия. Снимали. А если было заявлено на хантаз? Вы бы назначили? Государственная экспертиза есть у нас? Понятно. Понятно. Ну, ваш опыт о чем говорит? Тормозной путь 27 метров о чем говорит? Вы же не первый от вас потерял административный. Во избежание столкновений, он тормознул. Нет, я понял. Он не ответил на вопрос. Нет. Он не ответил на вопрос. Я ответил на этот вопрос. Я сказал еще. Я не эксперт по этому вопросу. Вы спросили о чем? Он ответил. Если у вас не удовлетворяет его ответ, то это уже? Да. Ну, тогда я должен заявить, наверное, вообще в таких случаях заявляется, если человек не хочет отвечать на вопрос совершенно по-другому. Другие действия должны последовать от адвоката. Ну, ладно. Хорошо. Дальше тогда следующий вопрос касается нашей Мусабаевой. Вот эти все участники у нас в связи с этим, не прерывая допроса, соответственно, инспекторам можно задать вопрос? Получается, как ваш? Ержанов. Можно вам задать вопрос? Спросите. Вот Ерсиитов, Жаслан. Это кто? Ерсиитов, Жаслан это кто? Жаслан? Да. Не знаю. Вы не знаете кто это? Понятно. Не, ну смотри, вот я тебе сейчас вопрос задам. Я еду, едет, например, спереди две машины, правильно? Как ты едешь? Ты за рулем водитель? Нет, тыкать не обязательно. Нет, тыкать не обязательно. Нет, тыкать не надо. Ладно, вы вот за рулем, да? Да, 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 да. Посмотрите, вот вы ездите, вот машина спереди, дистанцию сколько вы соблюдаете между машинами? Сколько метров? Сколько метров? Вопрос не задаете? Я вот ехал, например, за машиной, у нас между нами машина была метров 15 дистанция. Там машин не было вообще. Вы пропускаете вот эти впереди мои машины, две которые ехали, и вы езжаете сразу в год? Вообще не было. Как вы считаете, в прошлый раз говорили, что вы пропускаете две машины, и вы выехали, после этого не было машины. Вы сами сказали, в прошлый раз. Да, два автомобиля проехали, я посмотрела, не было. Я развернулась, поехала. Я с ними дистанцию езжу за ними, там есть ограждение. Вы не можете заранее увидеть на метров 50, поедить машину или нет? Ограждение, подождите, какой высоты, кстати? Ограждение высоты, машины не видать, крыши видно. Это бордюр, это всего лишь дорожный отбойник. Это не ограждение, это отбойник. Вы знаете, что такое отбойник? Нет, ограждение. Я вам задал вопрос, вы знаете, что такое отбойник? Отбойник я не знаю. Вот это и есть отбойник, который находится по проспекту Хабамбайбатера. А то, что вы говорите, ограждение, ограждение это ограждение. Он занимает высотой, как минимум, от метра 80 сантиметров до двух с половиной, до трех метров может занимать. В данном конкретном случае речь идет об дорожном отбойнике, согласно правилам дорожного движения и государственным стандартам. Это отбойник. Но она не прозрачная, она же длинная. Отбойник очень невысокий. Так дальше? Да. Ну я, получается, за машинами ехал, и все, как бы, она пропускает передние две машины. С какой скоростью вы двигались? Я не смотрел на спидометр. Я никого не обгонял, никого не превышал, я ехал спокойно. Вы не превышались, установили скорость скоростной режим? Там 27 метров, 18 метров. Одно колесо 18, второе 22 или 22, что такое? А почему оно разное, у нас разнобой идет, 18 и 25? При схеме, при схеме, когда мы мерили, потерпевши, как бы, она же была, видела же тоже, что 18 метров, когда первый раз мы гаичниками измеряли, было 18 метров. Нет, хорошо, это одно колесо, а второе колесо другое. 22 или 22, что такое? На 2 метра разник 20, по-моему. Нет, там побольше. Ладно, почему такое, такая ремьница, разный колес? Нет, подачек, подачек, вы смотрите, вот я, например, объясняю, машина ехал, получается передние которые ехал, она пропускает, и меня не пропускает, остается вот до стены. Остается вот до стены. До стены вот, выеха я начинаю тормозить, как могу, и у меня нет шансов даже рассмотреться. Нет, хорошо. По существу вопросы такие, касательно скоростного режима. Если бы он не тормозил, я бы его опротинул. Он ответил. Он ответил. Он ответил. А что он ответил? Я не слышал. Нет, я не смотрел на фигнометры, я же никого не обманял. Вы соблюдали скоростной режим? Соблюдал. Как потом? Вот это и требовалось услышать. У нас тогда в таком случае ха-тесты, вы уже заявляли ха-тесты при общении к материалам. В таком случае у нас ха-тесты о вызове и опросе в качестве эксперта, судебного эксперта Карандеева Игоря Борисовича. В связи с тем, что пусть он самостоятельно посмотрит материалы, оригиналы материалов, потому что он делал заключение по копиям материалов, которые были предоставлены Мусабаевой. А есть оригиналы материалов и, соответственно, он еще должен выслушать, наверное, вот сейчас мы аудиозапись производим, и я еще раз заявлял ха-тест по производству видеозаписи судебного заседания. Он пусть выслушает и скажет, соответственно, на основании того, что вот сейчас здесь участники. я заявлял ха-теста в письменной форме, соответственно, на этом основании пусть этот эксперт, пусть он сделает свой вывод за свои заключения, допустим, он может быть там, я не знаю, может он сделал какой-то, я не знаю, неправильный вывод на основании материалов, которые были ему предъявлены, на основании этой Мусабаевой, соответственно, вызов и опросы его в качестве эксперта. Соответственно, он должен ознакомиться со всеми материалами дела и вплоть до показаний, которые дают здесь участники судебного заседания и инспектор, который дал только что. Допустим, он сделает свои заключения, кто здесь ошибается, и тем более фотография почему-то здесь говорится о том, что оно было сделано, как там удар пришелся сбоку. Я, например, фотографии тоже видел, я не вижу, что там кто-то сбоку ударил кого-то, это прямо удар был сзади. И причем вы, кстати, еще один вопрос вот участнику спрашивайте, почему там вот действительно тормозной путь у одного колеса 18 метров, у другого колеса 22-23 метра. Ваша машина. Вопрос. Я вам задал вопрос, вы же водитель, вы отвечаете за машину или не отвечаете? Я отвечаю за машину. Будьте любезны, ответьте на вопрос. Не спроси тогда, почему она. Я вам задал вопрос. Ну, избегая, я думаю, избегая столкновений, я же начал, как бы машину наклонил чуть, получается, в одну сторону. Видать, зацепку асфальта мне было, так сильно, как бы машина все-таки наклонилась в одну сторону. Я же не эксперт, давай эксперт-то будем спрашивать, почему это включилось так. Давайте у эксперта будете. Не вопрос. Ваш рода с вами отклоняется? Нет, он же сказал, что он хочет же, вот участник процесса. Я отправляю, товарищи, когда-то слабо завести. Так. А все еще, да? Есть ее заключение, заключение все понятное. Там учебка же написала, что такое превышение скорости. Потому что я ехала по правилам, почему так в Казахстане? Я еду по правилам, со скоростным режимом. А ты как, он несся, он клянусь вот, и видит вот Аллах сам, как он несся на бешеной скорости, и с космической скоростью он мне дал так, что у меня подушку сидит. Когда мы делали это, когда мы делали это, вы сказали, что меня вообще не видели, не было. Да, все, все.